Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будет очень классный шопинг-влог, тоже на определенную тему. И в этот раз, что-то у меня тут волосы в разных сторонах, в этот раз мы будем с вами мерить и разбираться, как же носить юбки миди, которых сейчас так много в магазинах и которые такие красивые бывают. Но зачастую девочки, когда их надевают, коверкают как-то неимоверно просто свою фигуру. И вот мы с вами сейчас пойдем в несколько магазинов и на примерах реальных вещей и посмотрим, как же правильно носить юбки, с чем их комбинировать из обуви и из вещей, чтобы это смотрелось красиво и выигрышно на вашей фигуре. Начнем! По традиции начинаю свой осмотр магазинов с магазина H&M. Я сюда захожу часто, сдаю вещи на переработку, если вдруг кто-то не знал. Вот у меня, если вдруг кто-то не знал, в H&M действует такое предложение. Вы можете принести сюда свои ненужные вещи, которые, неважно по сути даже в каком состоянии, и сдать их. Они, которые не подлежат повторной носке, перерабатывают просто как-то там, ну якобы перерабатывают. Кто-то говорит, что они их просто сжигают, но я хочу верить, что перерабатывают. А то, что в достаточно хорошем состоянии, вроде бы как отдают куда-то еще. У них же есть целая линейка Conscious, вот типа делают их из вторсырья. Так вот, здесь по юбкам миди, в принципе, есть что посмотреть. Вот одна у меня такая, она абсолютно совпадает по цвету с джинсами, в которых я сейчас... Я бы ее сочетала с чем? Давайте посмотрим, подумаем. Можно и с бежим чем-то, потому что здесь у нас не абсолютно белые полоски. Можно и просто с белой базовой футболкой ее носить. У нее такая интересная деталь. Здесь идет на бедре с одной стороны, причем она полностью закрытая. То есть здесь нет, в смысле, каких-то разрезов неприличных. В общем, такая адекватная, лаконичная юбка. Я движу ее спокойно и в офисе. У нее длина миди, обязательно с каблучком. Есть юбка миди с вот таким вот принтом растительным, в окровой гамме. Она тоже достаточно приличной длины, но она, по-моему, у нее в пол. Давайте посмотрим, она чуть-чуть поближе. У нее еще банк такой. Ну, да, это юбка миди. Если мы ее будем носить на талии, то она такая, понимаете, уже почти макс, но еще не в пол. Я думаю, сюда тоже либо белый, либо какой-то песочный, либо, может быть, черный верх. Это будет даже что-то более такое уже вечернее. Тоже хороший вариант. По традиции покажу одну вещь, как я называю в ней конкурсную программу. Увидела брюки летние. Сейчас вы их тоже увидите. Мне они понравились. Мне стало интересно посмотреть их на себе. И выглядели они следующим образом. Тут я не дообута, не обращайте внимания. Сейчас буду дальше, потому что перебиваться. В общем, вот такие вот брюки, то ли брюки, то ли юбка. Во-первых, они действительно очень тонкие. В этом плане в жару. Вот у нас сейчас плюс 25 в 11-12 утра. В них было бы комфортно. Но не говоря о том, что они полностью просвечивают. Почему я решила вам показать это? Это ладно, просвечивает много чего. Вот когда вы покупаете вещи в масс-маркете, нужно быть готовым к тому, что с одной стороны карман у вас будет вот такой, а с другой стороны вот такой. Видно вам разницу? Я не могу двумя руками показать. Просто этот вот здесь заканчивается, а этот вот здесь. Как? Как? Ну что, давайте посмотрим первый образ язычным, который я составила именно по нашей теме, касательно юбок мини. Вот та самая юбка, которую я вам показывала в зале. Я, признаюсь честно, по-моему, по ней уже присутствуют какие-то мелкие кадышки. Но мы сейчас говорим не только о конкретных вещах, которые, безусловно, ссылки в инфобоксе. Как и всегда, все, что я найду в интернет-магазинах, тех магазинов, где я сегодня окажусь, все ссылки останутся в инфобоксе. Но моя задача не просто сказать вам, купите вот эту юбку и вот этот топ и носите их вместе. Моя задача показать вам, как можно сочетать вещи, принципы, по которым они работают вместе хорошо и принципы, по которым они, наоборот, вместе не работают. Так вот, вот наша юбка. Представим, что на ней нет кадышек. У нее, во-первых, в чем выигрыш этой юбки? Вертикальная полоска. Хорошая вертикальная полоска, правильной, нормальной ширины, не слишком широкой, не слишком узкой, не слишком частой. Я тоже об этом говорила в одном из видео, что если у вас узкая, но частая полоска, это дает обратный эффект, это визуально расширяет ту часть вашего тела, на которую надета вещь в такую полоску. Здесь, что мне нравится, кстати, у юбки, если вы обратите внимание, достаточно грамотно она скроена, то есть полоски с одной детали юбки сочетаются прям четко, они стыкуются с полоской, которая идет внизу. Ну, понятно, что если вы двигаетесь, то можете перемещаться, но тем не менее. Что важно? Смотрите, как я сказала, есть несколько таких подводных камней, которых спотыкаются девушки, когда хотят носить миди, и по итогу это выглядит как-то куццо, и некрасиво, некомплементарно. Во-первых, талия у вашей юбки миди должна быть на талии, не заниженная. Это мы говорим, опять же, если у вас стоит задача выглядеть в каком-либо образе с юбкой миди красиво, если вы не хотите осознанно снизить себе рост, сломать пропорции тела, укоротить себе визуально ноги. Если вы этого не хотите делать, то не выбирайте юбки на заниженной талии, потому что визуально они удлиняют вам торс и укорачивают ноги. Здесь у нас талия четко на талии, вертикальная полоска, которая дополнительно вытягивает силуэт. Я выбрала здесь вычленные вот такие вот нудовые босоножки на достаточно массивном каблуке. Нюд почему плюс? Потому что, опять же, если мы боимся, что юбка миди срежет нам рост и укоротит наши ноги, это можно компенсировать, этого можно избежать, если мы выбираем нюдовую обувь. Либо, если вы, например, зимой в холодное время года надеваете юбку такой длины, то выбирайте плотные черные колготки и черную обувь. Это могут быть черные ботильоны, это могут быть ботинки на плоской подошве, теоретически, все равно нога будет вытягиваться. Здесь также в H&M я нашла вот такой вот топ. Он идеально просто работает с нашей юбкой по цвету. Вот эти вот цвета сочетаются. Плюс на нем идет вертикальная полоска разной ширины, которая совпадает по оттенку с нашей юбкой. Висели они в абсолютно разных частях магазина. Я их просто нашла и соединила вместе. Смотрится здорово. Но точно так же хорошо эта юбка работает с простой базовой белой футболкой. Я примерила со своей, в которой я пришла. Вставлю сейчас на экран, чтобы вы посмотрели. Действительно работает хорошо. Вот такой вот образ у нас сложился. И он сделает комплимент вашей фигуре. Какой бы по сути тип фигуры у вас не был. Безусловно песочные часы это вообще универсальный тип фигуры. Для прямоугольника у нас здесь создается талия. Обозначается. Плюс вот этот вот бант он добавляет небольшой, не сильный объем на бедро. Но даже если у вас тип фигуры груша, все равно конкретно такой комплект вам подойдет, потому что низ у нас чуть темнее, вверх чуть светлее. Линия здесь такая широкая. Это сделает дополнительный акцент вашим плечам. Будет все гармонично сбалансировано у вашей фигуры. Субтитры сделал DimaTorzok Этот комплект из H&M у меня ближе уже даже к вечернему варианту, как я считаю, по крайней мере, я бы так легко могла пойти куда-то в весенний или летний вечер, когда летняя вот эта вот жара спадает, дневная, начинается прохлада, но при этом еще тепло, и можно даже не набрасывать что-то наверх. И как раз здесь очень комфортно вписываться в такие вечерние летние образы юбки миди. Что у нас здесь есть сверху? Простая базовая футболка, самая простая базовая футболка с V-вырезом. Мне очень нравится такой тип вырезов, хотя я и круглые тоже люблю, но V-вырез, он как-то всегда добавляет больше женственности комплекту, сразу, любому образу. Снизу здесь та самая юбка, которую мы тоже с вами смотрели в зале, с этими пальмовыми листьями, такой охромедной гамме, какой-то бежево-золотистый, может быть даже. У этой юбки Натальи есть пояс, который завязывается на банк, то есть это текстильный пояс, и она на резинке, очень комфортно, нет никаких молний, можно, если что, затягивать чуть туже, благодаря этому поясу себе юбку, можно ее слегка расслаблять. Мне нравится этот комплект на ногах, у меня здесь те же самые сандалии, и опять же, благодаря нюдовой обуви, мы себе чуть-чуть добавляем несколько сантиметров роста, потому что, если бы у меня была обувь, А, на плоской подошве, или Б, или и то, и другое, темного цвета, то сразу я бы казалась ниже. А так, замечательно, тут здесь моя сумка, тоже она черная-золотая, поэтому я ее сюда взяла, потому что она подходит. Замечательный образ, очень простой, просто простейший. Юбка с правильно расположенной талией, с акцентом на талии, свободный топ, который вы заправили в эту юбку, тоже одна из ошибок. На этом образе это продемонстрировать не получится, может быть, на следующем сделаю. Одна из ошибок, как девочки себе ломают пропорции тела, когда надевают юбку миди, это выправлять топ, неважно, свитер, блузка, рубашка, из юбки наверх, то есть, делай такой напуск. Благодаря этому, визуально вы себе удлиняете торс, укорачиваете ноги и выглядите как милый гном. Нам этого эффекта не нужно, мы хотим в юбках миди, наоборот, выглядеть благородно, женственно, статно, поэтому всегда помним о том, где у нас талия, не забываем акцентировать это, заправляем в нашу юбку, в наши верха, чтобы это не было. И в следующем образе я еще покажу один из вариантов, как можно работать с талией, когда на вас надето несколько вещей. И еще один образ девочки, честно скажу, он мне очень нравится, он мне очень нравится именно как идея, вещи, ну, это масс-маркет, причем достаточно бюджетный, поэтому есть некоторые нюансы, но прям мне нравится, как все сошлось, смотрите. Сейчас мы поговорим про разные длины с юбкой миди. На мне самая, опять же, базовая, которая должна быть у всех, как и вот эта вот черная, белая теперь футболка, у нее тоже такой стандартный рукав, и она причем сделана из такого, видите, возможно, да, неоднородного хлопка, он такой эко-материал, скажем так, то есть, если здесь у нас просто черная, плотная футболка была, то здесь она вот такая вот, типа, более такая, эко-природная. Также на мне очень классная, интересная юбка, инди, естественно, те же самые босоножки, здесь ничего не меняется, обувь супер-универсальная, и то, что нам нужно под такую длину юбки. По поводу же юбки. Во-первых, на ней интересный принт, который чем-то напоминает листики, но это не совсем листики, в общем, что-то такое геометричное, интересное, плюс у нее интересная посадка сама, сам фасон, то есть, это юбка, которую вы можете полностью раскрыть, и у вас получится просто прямоугольный кусок ткани. Она идет на двух пуговицах, одна внутри здесь, вторая здесь, и вот этот ремешок вы просто регулируете по талии, то есть, она идет полностью на запах. Здесь вот у нас уже идет нога. Она красивая, действительно интересная, хорошо сочетается оттенок, который вот здесь у нас на юбке. Это не белоснежно-белый с нашей футболкой. Футболка, на самом деле, тоже не белоснежно-белая. Юбка чуть-чуть, кажется, теплее, но это уже прям минимальные такие нюансы, но футболки бывают еще белее. То есть, под эту юбку нам не нужна абсолютно белоснежно-белая футболка. И сверху на мне, собственно, жакет удлиненный, который делает этот образ более офисным, возможно. Он подойдет под более строгий дресс-код, куда-то на работу. То есть, здесь важно, на что я хотела обратить ваше внимание. Если бы я пошла просто вот так, ну, то есть, у меня был бы, например, застегнутый, безый жакет. Вот такими казались бы мои ноженьки и очень длинный торс. Я искренне надеюсь, что видно, потому что чисто физически в зеркало я не могу влезть целиком. Ну, вот так вот, возможно, видно, да, что очень длинный торс и коротенькие ножки. Что мы делаем? Мы не носим так жакеты, мы не носим с напуском на юбке Мидис ветера, не знаю, футболки удлиненные, мы так не делаем. Мы с вами надеваем футболку, любую топ-рубашку, заправляем ее в нашу юбку. У нас сразу вот такие длиннющие ноги, это всего лишь талия на месте, там, где она и должна быть, это незавышенная талия. И у нас просто жакет, ну, добавляет интересную длину. У него здесь, кстати, есть еще пояс, возможно, вот в зеркале, вам видно его. Я его убрала назад, потому что он мне здесь не нужен, но он мне мешает. То есть, жакет, ну, не знаю, я бы не уверена, что его стоит прям брать, как идея, да. Вот так вот можно балансировать, разные длины. То есть, вы можете с юбкой миди носить удлиненный вверх, как верхнюю одежду. Это может быть, жакет, кожаная куртка длинная, джинсовка длинная, тренч, возможно, какой-то. Но, чтобы вы не казались полуростником, не знаю, как еще, какой еще синоним подобрать, чтобы вы не уменьшали себе визуально рост, делайте талию себе на талии. И будет вам счастье. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и не джинсовый. Сейчас мы с вами поищем что-нибудь. В Заре, как всегда, выбор очень большой. Есть много юбок миди, всяких самых разных. Я взяла три разных, чтобы показать вам, соответственно, три разных идеи и образов. Именно идеи юбки миди, потому что многие воспринимают юбку миди как что-то типа бельевой стиль или, может быть, наоборот, прессированная юбка. Вариантов, на самом деле, намного больше. Вот смотрите на мне сейчас. Моя футболка. История такая. Я взяла целых два топа. Один висит, другой лежит здесь в Заре. Это в бельевом стиле чисто, другой с шитьем, но они не сели. В S я как будто в L и это выглядит отвратительно. Все-таки идея, чтобы показать красивые образы, поэтому я оставила на себе свою базовую футболку. Вместо футболки здесь же с этой юбкой, которую вы сейчас увидите, красиво смотрелась бы рубашка любая. То есть так можно одеться и на работу, и причем не только белая. Хорошо бы сюда подошла еще голубая. А юбка у нас вот такая вот достаточно длинная. У нее очень хорошая длина. И что у нее интересно, как я говорила, что мы будем смотреть интересным образом, у нее вот такой вот ремень массивный. Пряжка тоже обтянута тканью. Один нюанс, эта юбка, по-моему, в размере S, и она мне большая. То есть она, ну как-то вот, я, чтобы она не свалилась, затянула на последнюю пуговицу ремня. И видно, что он не большеват, что вот здесь вот ремень не войдет в следующую шлевку, если даже убрать эту защиту. В общем-то, есть небольшие недочеты по этой юбке, но мне нравится именно идея, как красивый, элегантный, расслабленный образ, городской, летний, на работу или не на работу, не суть важно, это красивый. Смотрите, какие на мне еще интересные туфли. Создают ощущение голой ноги, то есть у нас здесь, по сути, с вами есть только подошва с мином таком принте, а сверху две силиконовые детали на пяточке и над пальчиками. Визуально это максимально отлиняет ногу, еще больше, чем ньют, но на любителя. Понимаю, что под такими силиконовыми перемычками в жару нога может, конечно, потеть. Вот этот образ мне очень нравится, он летний и женственный, но при этом он такой немножко с юмором за счет вот этой футболки. То есть юбка, безусловно, роскошная. У нее очень приятный материал, у нее красивый цветочный принт, он очень многофункциональный. На самом деле, я искала очень сильно в нашей Заре обычную офисную рубашку вот такого вот небесно-голубого цвета, и они здесь были просто идеальные. У меня девочки-клиентки, кто ко мне приходил на составление образов, уже приобретали себе эти рубашки. Видимо, они просто закончились, потому что я, увы, не нашла, но вот рубашка бы вот этого небесно-голубого цвета сюда вписалась бы просто как конфетка, и получился бы более строгий, более элегантный образ, более рабочий, возможно. А вот в таком варианте с футболкой, которая очень здорово у нас работает с цветами на этой юбке, можно просто идти, не знаю, погулять в парк, по магазинам, хотя и в рубашке тоже вам может быть комфортно. Тут все зависит от вашего личного ощущения комфорта. Кому-то комфортно в рубашках хоть каждый день ходить, кому-то больше нравится для этого носить что-то трикотажное типа вот таких базовых футболок. Но в целом эту юбку я прям, девочки, могу рекомендовать к покупке, потому что вы с ней составите огромное количество образов. Мало того, что здесь куча цветов, с которыми вы можете уже придумывать верха, то есть голубой, желтый, оттенки разные, зеленого, фуксия разная, нежно-розовый. У нас здесь очень-очень-очень много с вами цветов. Так помимо того, что вы можете играть с цветом, вы можете еще играть с фасонами. То, что я сказала только что, можно надеть рубашку обычную, такую, знаете, свободную, как я люблю, в мужском стиле, в мужском крое. Можно надеть футболку, можно даже с принтом, но если не уверена, лучше берите однодонную, можно с какой-то минимальной надписью. Смотрится классно. Можно даже с кедами, но вот смотрите, по поводу обуви, я говорила в начале, когда мы с вами были в примерочной H&M, обувь и юбки миди, это две такие вещи, где нужно быть аккуратными, если вы не хотите визуально себе укоротить рост и ноги. Если вы этого не боитесь, если вы высокая, то в принципе вы можете миди носить и с лоферами, и с кедами, и с шлепанцами. Пожалуйста, это не запрещено, просто многие боятся длины миди, потому что она к земле нас придавливает. Если вы боитесь, выбирайте каблук и телесный цвет, если мы говорим о лете. Если не боитесь, можете брать любую обувь. Ну и еще один образ из Zara, такой вот веселенький, мне он очень нравится, та самая джинсовая юбка миди, о которой я говорила чуть раньше. И вот сегодня девчонки Zara что-то чудит, прям чудит. Вот эта вот юбка цвета хаки, что-то с ней непонятное. Вот эта вот джинсовая тоже, на мне размер S, и она мне прям большая, прям вот большущая. При том, что мои параметры по традиции в каждом видео я его говорю, все равно в каждом видео, практически под каждым видео еще вопросы в комментариях задают. Рост 170, объем груди примерно 85, может быть 86, объем талии примерно 62, 63, бедра 92, 93. Плюс-минус пару сантиметров у всех всегда гуляет, поэтому говорю ориентировочно. И вот здесь S как на мне прям, ну, конкретно хватается. Длина нормальная, все с ней здорово, круто очень смотрится вот с этой просто обалденной футболки в стиле Гуччи такая просто здесь девушка изображена, очень ярко, очень красиво, но размерчик немой у юбки. Увы, ах, ах, футболку я намеренно взяла свободную в размере М и вот так вот у нее подвернула сама рукава, то есть они изначально идут не подвернутые. В чем плюс таких футболок, вам сюда на шее вообще ничего не нужно, то есть она настолько яркая, что не нужно думать, чем ее дополнить, максимум можно какие-нибудь серьги. Вот мои, кстати, сюда тоже здорово подходят, потому что они такие интересные, крупные, одна крупная, другая-другая, я была в них в недавнем видео с образами для вечеринки, кто его не смотрел, посмотрите, ссылочка будет на экране и под видео. Так вот, к этой футболке по сути ничего не нужно особого и она хорошо смотрится именно с такой простой джинсовой юбкой, то есть если вы рассматриваете к покупке или у вас в гардеробе уже есть простая, без драности, без рванности, без каких-нибудь принтов джинсовая юбка, добавляйте к ней яркую футболку, либо в ярком цвете, либо еще интереснее, вот с таким вот каким-то ярким, кричащим принтом. Их, кстати, очень много в Заре, разных всяких, с разными тематиками. Мне понравилась эта девушка, потому что она замечательно просто смотрится ярко и очень классно сочетается с этой юбочкой. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, это были все образы с юбками мидии на сегодня, на этот шоппинг-влог с теми коллекциями на весной-лето, которые сейчас есть в магазинах. Я думаю, что мы сможем с вами повторить такое же видео чуть позже, может быть, в середине лета или уже ближе к осени, когда обновится сезон, и будет что-то другое, другие цветовые палитры, другие материалы. Это тоже будет интересно посмотреть. Спасибо вам большое, что вы были со мной, что посмотрели. Оставляйте свои комментарии внизу, давайте обсудим образы, которые у меня получились, как они вам, какой из них у вас отзывается, какой из них вы бы хотели примерить, какой из них вам непонятен, как мне, например, непонятны были некоторые моменты с юбкой, которые я мерила чуть раньше, вот это вот в Заре цвета хаки. В общем, давайте общаться, я обожаю это делать с вами в комментариях и увидимся в моих следующих видео, которые регулярно выходят на канале, чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь, если вам это видео понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, мне будет очень приятно, я старалась для вас и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok